Проектировщики и строители, геодезисты и металлопрокатчики, сборщики легких конструкций и производители сложного оборудования. Сегодня на одной презентации. Русал рассказывает, как ради чистого воздуха в Красноярске компания задумала подчистую снести 11 цехов алюминиевого завода и ни на минуту не останавливая производство, построить практически новое предприятие. Решение дорогое, непростое, но это лучшее решение, технически лучшее решение, которое позволит в дальнейшем органично развиваться и компании, и в первую очередь городу. Главное для горожан это понимать, что на этих модернизируемых мощностях в три раза снижаются выбросы по торидам, и они абсолютно ниже будут предельно допустимой концентрации на границах санитарной защитной зоны, и до нуля снижаются выбросы бенспирена на этих мощностях. То есть КРАЗ не просто собирается перестроить здания, он полностью меняет подход. Завод заработает на новейших электролизерах РА-550. Современные предприятия под них и строят. Основатель Русала Олег Дерипаско в свое время создал целое научно-производственное подразделение, чтобы разрабатывать такие технологии. На КРАЗе, который появился в 60-х, идет постоянная борьба с выбросами. Но переделать то, что есть под мощные современные электролизеры невозможно. Поэтому нужна стройка. На нее Русалы планируют привлекать как можно больше своих красноярских компаний. Возможность нашим предприятиям принять участие в данном масштабном, амбициозном проекте, причем очень долгосрочном проекте, ведь реализация мероприятий будет до 2028 года. Наши предприятия могут участвовать и зарабатывать там деньги и повышать свои компетенции. Это стройка, это выпуск технологического оборудования, которое безусловно здесь понадобится. Предложение для бизнесменов заманчивое, потому и они готовятся презентовать себя. Им еще потом предстоит пройти серьезный отбор. Потому что это, конечно, те флагманы экономики, которые ведут за собой целые отрасли предприятий. Мы, например, выпускаем энергетическое оборудование. Дело в том, что для малого бизнеса вот этот постоянный регулярный спрос, особенно на своем домашнем рынке, это является основой для того, чтобы выходить стратегически в остальные регионы, в том числе и за рубеж. Алюминщики не скрывают, чтобы войти в проект и получить заказы на ближайшие 6 лет, красноярские компании должны поднять планку. При отборе учтут и то, как будущие подрядчики обращаются с отходами, снижают ли вредность своих производств. Словом, вступая в проект, будь готов следовать общим курсам к общей цели. Вместо существующих старых корпусов появятся абсолютно новые производственные мощности, где и условия работы работников, и качество производства металла будут значительно выше, чем они уже сегодня есть. Чтобы перейти от концепции к строительству, компания «Русал» еще проведет общественное обсуждение оценки влияния на окружающую среду примерно в феврале и пройдет целый ряд государственных экспертиз и согласований. А спустя несколько лет на территории Краза и Крамза должны остаться два корпуса, похожие на своих современных собратьев, например, Боаз в Багучанах. Новости Прима.